Это новости на канале ФКТ, в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Первый выпускной состоялся в Академии. Провести лето с пользой для себя и природы волонтеры смогли и на территории Кавказского заповедника. Найди леопарда и расскажи о своем отношении к природе. В Сочи стартовал конкурс «Квест». Получение гражданства, имущественные и даже семейные споры. Депутат Госдумы Затулин провел прием граждан в Сочи. Сочинский симфонический оркестр «Перезагрузка». В новом сезоне коллектив обновит репертуар и сменит сцену. Все внимание на столице. Из 11 российских городов, принимающих мундиаль, только Москва и Санкт-Петербург остаются в круговороте первенства мира. И хоть на самом стадионе наступила тишина, Сочи продолжает жить футболом. Фан-зона будет работать, пока Кубок FIFA не достанется сильнейшему в этой мировой спортивной схватке. Не спешат брать билеты домой и поклонники футбола. Причем это касается не только россиян, но и иностранцев. Они, кстати, говорят, что курорт их приятно поразил. Что называется, по всем фронтам. Футбольные баталии позади. Шесть игр в Сочи прогремели на весь мир. Круглосуточная работа всех служб города обеспечила безопасный и комфортный отдых для тысяч туристов. А последний матч не только для нашей сборной, но и для курорта вообще побил рекорд пассажирского потока Олимпиады здесь же в 2014 году. Только за одни сутки автобусами, электричками и самолетами в Сочи добрались почти 80 тысяч болельщиков. Многим из них настолько полюбилось здешнее солнце и галька, что пришлось сдавать билеты домой. Мы приехали на этот матч из Ярославля. Купили билеты в сентябре. Мы заказали билеты в сентябре. Представляете, на 1-4 мы попали именно на матч «Россия». И вот просто на этом замечательном городе мы остались отдыхать. Это самый-самый лучший курорт в России. Каждый матч как экзамен для организаторов. На входе в стадионе «Фишт» в дни матча людей встречали больше 800 охранников. По всему периметру поля за болельщиками наблюдали больше тысячи стюардов. Кроме них, за нарушениями следили больше 2000 камер, 100 из них с системой распознавания лиц. Это значит, что оператору можно было сделать пару кликов мышкой и узнать личность нарушителя. Эта работа была спрятана от глаз отдыхающих. Улицы города-курорта буквально гудели и пестрили национальными флагами государств всего мира. Доказали всему миру, что футбол – это не только управление и владение мячом, футбол – это состояние души. Фестивали болельщиков и футбольные схватки буквально перекроили режим работы всех экстренных служб города. Региональная команда наладила грамотное разведение потоков фанатов и туристов. 70 пар поездов усилили дорожную систему Сочи. Ласточки курсировали до поздней ночи, если игры задерживались, допустим, из-за серии пенальти. Держали руку на пульсе и медики. За последний месяц они помогли почти больше тысячи гостям и горожанам. Полицейские, волонтеры, работники транспорта и сферы ЖКХ не спали сутками. Сейчас можно выдохнуть спокойно. Уже все позади. У нас слезы, конечно, не сдерживаются. Спасибо всем, кто здесь был, кто готовил. Мы все единая команда, все целые. И мы сделали это. Чемпионат мира по футболу на Кубани завершился без единого нарекания. Высокую оценку организаторам поставили не только наши болельщики и спортсмены, но и зарубежные гости. За месяц Мундиаля почти полмиллиона путешественников посетили курорт, пятая часть из которых – иностранцы. Комфорт и инфраструктура Сочи покорили всех зрителей чемпионата. И город в очередной раз доказал такие нагрузки ему по плечу. Все это результат слаженной работы каждого причастного к Мундиалю, уверен Вениамин Кондратьев. Сегодня глава Кубани встретился с представителями служб, следящих за жизнеобеспечением стадиона и поблагодарил их за высокий уровень проведения матчей. Я хочу поблагодарить вас за эту работу. Это оценка сегодня в целом всех, кто побывал на этапах Чемпионата мира по футболу в Сочи. Это их высокая оценка, коллеги, вашей работы. И если говорить объективно, конечно, здесь сложно выделить какую-то группу специалистов, руководителей, которые сделали больше, а кто-то сделал меньше. И здесь, начиная от волонтера, заканчивая специалистами в различных отраслях и руководителями проектов, в том числе и каких-то команд, мы все сработали на высокий балл. Вы – часть истории. Вы – часть великой России. И ваш труд является сегодня гордостью нашей страны. Потому что весь мир аплодировал, на каком уровне прошли матчи на стадионе «Фишт». И какой сам красивейший стадион «Фишт». За этот период проделано, конечно, всеми здесь сидящими колоссальный объем работы. Просто колоссальнейший объем работы. Все, Виннимач, за этот период работали просто в круглосуточном режиме. Никто не думал об отдыхе. Все было нацелено на то, чтобы выполнить задачу. Еще одна амбициозная и масштабная задача позади. Подготовка к шести главным матчам началась сразу после того, как прогремели фанфары Олимпиады. «Фишт» нужно было переделать под стандарты FIFA. Для этого с территории вывезли больше 14 тысяч тонн металла, а в газоне выложили 34 километров труб. Зарубежные партнеры остались довольны. Рекомендуют максимально задействовать эту площадку в будущем. У Краснодарского края и у Сочи в том числе есть так называемый дух. Мы можем сделать это. И весь мир это ощутил. Теперь вам необходимо думать о том, как двигаться вперед, как представлять Краснодарский край в будущем и что делать с наследием после мероприятия, которое прошло. Позади месяц плотной работы властей региона и представителей FIFA. Ежедневные планерки, организация игр, пресс-конференции. Однако после такой работы иностранцы хотят вернуться в Сочи. Пусть даже не по работе. К тому же нужно еще поупражняться в русском языке. Спасибо всеми Краснодарскому краю. До конца этой недели все жители Новокорсунской, пострадавшие от града, получат компенсации. По поручению губернатора региона, его первый заместитель Андрей Алексеенко посетил станицу, чтобы лично увидеть, какими темпами идут восстановительные работы после удара стихии. Он проехал практически по всему поселку и пообщался с местными жителями, которые только недавно пришли в себя после разрушительного каприза природы. Продолжат наши краснодарские коллеги. Ну, поздравляем вас с юбилеем. Сегодня Любовь Ефименко принимает не только теплые слова в честь своего 80-летия. Один из главных подарков – новая крыша. Кровлю ее дома вскоре починят. Глава поселения пообещал, она следующее в списке строительных бригад. Вот только память человека так не залатаешь. Страх, который пенсионерка испытала в тот момент, когда шифер начал разбивать град, она забудет нескоро. Я была в комнате, уже все, птицу загнала, и только в комнату зашла. И оно, как ударило, и телевизор, и вот уже антенну разбило, и кровать, начало все обваливаться. Чтобы как можно быстрее восстановить поврежденные дома, в Станицу приехали сотни рабочих. Еще неделю назад Новокурсунская напоминала Станицу после бомбежки. Град размером с куриное яйцо изжатил крыши практически всех домов и выбил окна. Но уже сейчас это одна большая стройка. Встретить дом, где не стучат молотками, сегодня сложно. Оценить ход восстановительных работ по поручению губернатора региона в Станицу приехал его первый заместитель Андрей Алексеенко. Он посетил социальные объекты в списке первоочередных задач отремонтировать местную школу. Сейчас в ней уже поменяли окна, до конца недели бригады кровельщиков застелят крышу. А уже к 20 июля, обещаю строители, образовательное учреждение будет полностью готово, как и большинство домов Станицы. За вот эту неделю ситуация коренным образом поменялась. 99% уже укрыты пленкой. Сейчас активно идет восстановление кровель уже основными материалами, шифером, металлопрофилем. Поэтому люди здесь работают. Выплаты получили в пятницу 135 человек. До конца суток планируем еще более 300 выплат осуществить. И в течение этой недели выплаты получат все. На компенсации пострадавшим в результате этого природного катаклизма выделили около 150 миллионов рублей из резервного фонда края. Большую помощь в ликвидации последствий ледяной атаки оказывают волонтеры. На сегодня наехали с других даже районов волонтеров 250 человек. У нас работают казаки от 80 до 30 в день. Каждый день кто-то приезжает, кто-то помогает, привозят нам продукты, питание. Больница в Новокорсунской уже принимает пациентов, реконструируют и соседнее здание поликлиники. Крыши в многоквартирных домах в конце недели строители будут утеплять. Напомню, ледяная буря 30 июня накрыла несколько районов края. В Тимошевском, Брюховецком, Кореновском и Павловском город невероятных размеров уничтожил не только крыши домов и сельхозпостройки, побил практически весь урожай. Пострадало около 50 тысяч гектаров. Удар стихии, безусловно, нанес колоссальный ущерб району. Но с теми темпами, с которыми сегодня идут восстановительные работы, ледяная бомбежка в скором времени останется лишь в памяти стоящников и на кадрах видеосъемки. Ксения Галич, Игорь Звенаревский, Кубань-24, Тимошевский район. В десятку лидеров края по социально-экономическим показателям вошел Кущевский район. Сегодня с рабочей поездкой туда отправился Вениамин Кондратьев. Глава региона посетил одну из молочно-товарных ферм. Сейчас там насчитывается больше полусотни дойных коров. За год буренки дают не меньше 360 тонн молока. В ближайшее время планируют наращивать мощности. Ферма вошла в состав сельхозкооператива. Вы считаете, что кооператив – это та форма, которая сегодня максимально должна дальше развиваться на селе? Мы говорим сейчас про сельхозяйственный район. Я думаю, да, потому что я эту структуру понял для себя не так давно, год назад, скажем так. И, в принципе, мы работали в кооперативе, только это так не называли. Мы жили в кооперативе. А кооператив – это юридическая форма наших отношений с ним. Сейчас вам как договоров вы закрепили свои отношения? Да, вообще, то есть это идеальная форма для возраста для нас. Мы фермера по принципиально согласен. В рамках собственной экономики и ЛПХ, и фермер, поверьте, если и проживет, то недолго. Или не так богато. Все равно единственный способ дальше быть устойчивым на рынке – это кооперация. Только кооперация. Потому что все равно должны быть объединены для того, чтобы успешно защищать свои интересы на рынке. И дальше двигаться в сторону того, чтобы освобождать для своей продукции на рынке те или иные ниши. Также во время рабочей поездки Вениамин Кондратьев оценил производство стеновых и кровельных панелей. Плиты используют при строительстве быстровозводимых зданий. Основной рынок сбыток – Краснодарский край, Ставрополь и Ростов-на-Дону. В прошлом году предприятие получило субсидию на возмещение части затрат, а уже сегодня там готовы расширять производство, чтобы полностью закрыть потребности региона в строительных сэндвич-панелях. Сотрудники авиационного отряда Росгвардии на Кубани отмечают свой юбилей – 10 лет со дня образования подразделения. Торжественные мероприятия, посвященные круглой дате, решено перенести на август. Оно пройдет в Краснодаре, где базируются подразделения. Отодвинуть дату решили из-за участия личного состава в обеспечении охраны общественного порядка в городе Сочи. Сотрудники авиационного отряда спецназначения с помощью комплекса высотного видеонаблюдения на базе привязанного аэростата ОКО обеспечивали контроль и мониторинг обстановки в районе стадиона Фишт в период проведения матча Чемпионата мира по футболу. Данный комплекс высотного видеонаблюдения предназначен для мониторинга подстилающей поверхности. И как в дневном, так и в ночном режиме. И для передачи в режиме реального времени заинтересованным службам, наземным службам. Этот комплекс регулярно используется при проведении массовых мероприятий. Он уже доказал свою эффективность в ходе проведения Формулы-1 и Кубка конфедераций. Кроме этого, авиационный отряд использует вертолет Ми-8 и комплекс беспилотных летательных аппаратов с фото- и видеосъемкой с возможностью передачи информации оператору в режиме реального времени. Первый выпускной состоялся в «Экадемии». Это всероссийский волонтерский проект, который охватывает 12 заповедников и национальных парков. Реализуется в рамках года добровольца и при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии страны. Провести лета с пользой для себя и природы волонтеры смогли и на территории Кавказского заповедника. Через горы к Черному морю от Лаганаки до Лауры испытания на прочность участников первой смены «Экадемии» длилось две недели. Волонтеры не просто преодолели 50 километров горного маршрута, они готовили легендарную «тридцатку» для последователей, расчищали тропы и маркировали их. Меня заинтересовало именно этот проект, почему никогда не был в Кавказском заповеднике. Гулять люблю, путешествовать люблю, езжу по разным горам, в том числе в этом году был в Непале, в Гималаях. И мне заинтересовало, именно Кавказский заповедник, вот эти места, давно хотел. Плюс со смыслом, опять же, да, почему? Потому что ты принес пользу, уже надоело ходить просто так. Денис Иларионов приехал издалека, республики Коми. Он один из 30 волонтеров, которые с пользой для себя и Кавказского заповедника провели время. Географии участников академии, так же, как и возраст, разнообразны. Удалось попасть в волонтерский лагерь и сочинцам, причем юным. Лично для меня это очень большущий опыт. И то, что это была достаточно сложная работа, это почти что не виделось из-за того, что можно было насладиться видами Кавказского заповедника. После долгого и нелегкого пути 12-летний Миша и его старшие товарищи получили волонтерские книжки из рук главы Сучи. Анатолий Пахомов и сам не раз приносил пользу обществу на добровольных началах. Правда, состоял мэр не волонтерской организации, а в Комсомольской. Была одна организация, называлась она «Комсомол». И кто-то ее пытался сделать когда-то политической, но на самом деле никогда политической не было, потому что Комсомол занимался и туризмом, и спортом, и походами. Я также являлся активным бойцом студентских строительных отрядов, даже был награжден орденом. То, что о походной жизни знает не понаслышке, глава Сочи доказал у кутилка. Он приготовил участникам первой смены академии кашу с тушенкой. Подкрепившись, волонтеры приступили к своему финальному испытанию. Они оборудовали в вольерном комплексе тактильную тропу. У посетителей вольерного комплекса будет возможность не просто пройти по природному покрытию, а проверить свои ощущения. Им будет предложена прогулка с закрытыми глазами. Ждет гостей и пятнистый скиф. Кстати, участники второй смены, которые прибудут в Сочи 17 июля, будут оборудовать как раз тропу леопарда в Адыгее. Это запланировано не случайно, потому что именно со стороны Адыгеи сейчас и обитают те дикие леопарды, которые были выпущены в дикую природу в 2015 году. Но так как у людей нет возможности их увидеть, то мы делаем эту тропу, чтобы, пройдя ее, человек мог полностью узнать, как живет леопард. В Кавказский заповедник пришло уже 50 заявок на участие во второй смене академии. Но для тех, кто хочет сохранить Кавказские горы, есть еще вакантные места. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ. Конкурс с леопардом объявили в Сочи. В городе появилась серия уличных рисунков с участием этих животных. Сюжеты самые разные. Один хищник изображен убирающим мусор, другой рядом с молодыми саженцами, третий – заботящимся о животных и птицах. Граффити созданы растительными красками и расположены в разных местах города. Однако их достаточно просто отыскать при помощи карты в аккаунте Инстаграм Центра природы Кавказа. Сочинцам предлагают найти леопарда на улицах курорта, сделать с ним фото, написать о своих взаимоотношениях с природой и поделиться этим на своей странице в Инстаграм с хэштегом «Природа тебя касается». Победители ждут ценные призы. Акция пройдет до 15 июля. Ну и еще один конкурс, на этот раз патриотический. Творческий смотр гор дареет флаг державный, посвященный истории государственной российской символики, пройдет на курорте с 9 июля по 20 августа. Конкурс проводится по номинациям «Лучшее фото», «Лучший видеоролик», «Лучший творческий номер». Участие в нем могут принять все желающие. Для этого до 17 августа необходимо подать заявку в электронном виде по адресу «конкурс.флаг.собакамейл.ру». Подведение итогов и церемония награждения победителей состоится на торжественном мероприятии, приуроченном к празднованию Дня государственного флага России. Константин Затулин встретился с сочинцами. Очередной прием граждан депутат Госдумы провел в рамках региональной недели. Вопрос получения гражданства, имущественной и даже семейной споры решал накануне народный избранник. Все подробности в нашем сюжете. Его дом «Россия» – паспорт болгарский. 20-летний Борис Димитров оказался в одном шаге от депортации, рассказывает Надежда Сюсина. И о стране, куда предписывает отправиться закон, молодой человек знает понаслышке. Мальчишка 20 лет здесь живет, совершенно не собирается. У него никто и ничто там. Что он в Болгарии? Ну давайте выпьем в Болгарию. Что он там будет делать? В годовалом возрасте из Болгарии его привезла мама. Когда мальчику исполнилось 13 лет, она умерла. Кроме въездного паспорта у Бориса никаких документов не было. Когда решил обзавестись главным, в УФМС посоветовали оформить болгарский. Вместо того, чтобы по этим обстоятельствам человек живет здесь уже десятки лет, в упрощенном порядке предоставить ему гражданство, послали его по длинному кругу. Заставили его получить паспорт гражданина Болгарии исключительно для того, чтобы потом он его сдал и получил гражданство в России. Теперь он живет на нелегальном положении в России. Чтобы легализовать пребывание Бориса в России, Константин Затуллин обратится в главное управление МВД по вопросам миграции. Последуют от депутата Госдумы по ряду вопросов и письма в прокуратуру. Предстоят переговоры и с Росавтодором. В результате реконструкции и строительства дублера курортного проспекта мы оказались в сложном положении. Мы оказались лишены двустороннего движения. Сейчас выход с наших участков мы можем вернуться для того, чтобы мы вернулись. Нам нужно проехать приблизительно 15 километров. Речь идет сразу о трех садоводческих товариществах в районе Яна Фабрициуса. Развернуться людям мешают шлагбаумы и запрещающие знаки. Открыть дорогу сочинцы просили Росавтодор, но управление отказало и соображение безопасности. Жители обратились к депутату Госдумы. Константин Затурин обещал заняться решением этой дорожной проблемы. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. В новом сезоне на новый уровень. 22 августа у сочинского симфонического оркестра заканчивается отпуск и начинается работа под руководством вновь назначенного художественного руководителя. О планах гастролях новой программе, которая еще не исполнялась в Сочи, Антон Лупченко рассказал журналистам на пресс-конференции. Для сочинского симфонического оркестра наступают новые времена, заявили худрук и руководство курорта. Впервые за пульт местного оркестра Антон Лупченко встал в январе этого года. С тех пор многого добились, в том числе решили кадровый голод. У нас работает пара даже из Кёльна. Это музыканты, которые несколько лет работали в Кёльнском симфоническом оркестре, в Куле, число лучших оркестров Германии. Это первый губаист, супругов оркестов. Вот они приехали теперь, сменили свое место жительства на Сочи. Я считаю это достаточно серьезным решением о том, что симфонический оркестр теперь будет чаще выступать именно на сцене Зимнего театра. Следующий сезон для нас станет освоением и репертуара. Программа, которую готовит к открытию нового сезона руководитель оркестра Антон Лупченко, ранее в Сочи не исполнялась. Но сочинский слушатель уже готов к такому уровню классической музыки. Мне тоже очень отрадно было слышать отзывы после концерта в Зимнем театре, о том, что у нас совершенно новый оркестр. Это такая программа, которая практически не исполнялась никогда в Сочи. И я думала, что нас много ждет очень новинок, шедевров классики, которых мы еще с вами не слышали. С именем Антона Владимировича Лупченко мы связываем очень большие перспективы развития нашего культурного пространства города Сочи. За три года это не бывало, это просто вот такой апассионарный взрыв, я бы сказала, в среде наших зрительских аудиторий. Разве это не так? Я никогда не видела такое количество людей, стоящих в очереди, от касс летнего театра до курортного проспекта. Играть симфоническим оркестром будут как российские знаменитости, так и музыканты с международным именем. Планируются и гастроли. В новом сезоне оркестр дважды выступит в Москве. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Ну и на этом наш выпуск завершен. Я напоминаю, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.